Здравствуйте, Геннадий Тихонович, мир вам, мир вам, я не против, можете записывать и выставляем интернет мы. Да, 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 можете записывать, я не против. Хотел вас поинтересоваться вот о чем, как бы, вот я вам неоднократно как бы задавал вопрос, да, какую как бы, да, вот Библию читать, с толкованием или без толкования? А ее нету Библии-то с толкованием и нету, только не считая Лопухинское издание-то. Я никогда Библию не читал с толкованием. Толкование только на Новый Завет. А Ветхый Завет, это очень-очень много, это Феодорит, там отдельно пророчества. Библию читал только без толкования, а потом отдельно, когда нужно, другие книги брал и тогда читал. Ну а Новый Завет получается без толкования вы вообще не читали? Можно читать, но не толковать. Ты читай, но чтобы понять, открой, посмотри. Просто как бы, знаете, я, ну, упор сделал на Библию с толкованием блаженного этого Феофилакта, Феофилакта. Это Новый Завет, только не на Библию, а на Новый Завет. Новый Завет, вот. И как бы, ну, я читаю, разбираю, то есть понимаю, да, у меня вот это вот учение обличает всё, а внутри как бы мира нет. То есть я понимаю, что, ну, если я не буду читать просто Евангелия без толкования, ну, как бы оно его и не будет, мира на душе, спокойствия, то есть как бы, ну, не знаю, может быть, ещё это у меня индивидуально неправильно выработалось моё личное понимание, вот. Ну, и, может быть, свои какие-то отдельные грехи, как бы, да, не разрешают правильно понимать Писание, ну, и вообще. То есть, может быть, действительно, сравнивая и сопоставляя неправильно, то есть до и после, то есть, да. Я с толкованием стал считать только года через полтора, как обратился, потому что не было толкования. Я доходил, это место, гляжу, одни и так толкуют, другие и так, я никуда не соединялся. Меня интересовало, как понимала церковь, которую Христос основал, не секты, через 1600 лет. Что, 1600 лет во тьме сидели, никто не понимал? А как именно они понимали? Если они, чтобы понимали неправильно, никакой церкви тогда нет, а где тогда Дух Святой? То есть, я пошёл абсолютно правильным путём. Это 6-16 Еремия. Это для меня эпиграф. Остановитесь на путях ваших, путях древних, и расспросите. И по тому пути идите. И вот Господь так и позволил уже. Просто я стараюсь, как Вы советовали, например, и утром, и вечером становиться на молитву, молиться. То есть, вечерним и утренним правилам — это самое главное. То есть, если получается 3 святой из 100 поклонов, чувствую, что всё равно внутри не то, чтобы мира нет. Если меняется что-то внутри, то мир становится какой-то на время, он непостоянный. Нужно постоянно подпитывать, и постоянно мысли в голову дурные лезут, понимаете? И сложно, сложно таким образом. Может быть, Вы что-нибудь в этой связи посоветовали, как в данной ситуации. Я Вам уже говорил, пойти в церковь и взять молитвослов. Кроме того, в интернете молитвослов на русском языке есть. Вот тем более есть. Вот утреннюю, вечернюю молитву нужно читать. Если есть время и возможность, то надо как-то выгадывать. И обязательно читать псалтырь на русском языке. Ясно. А обязательно. Это мы делаем утром, вечером мы не читаем. У нас вечером краткая молитва, как Вы назвали. А утром мы одну Господу, Иисусу Христу, одну Ангелу-Хранителю, Божией Матери. Ну и дальше там поминаем всё, как есть, читаем. Молитва – это радость. Радость. Это общение с Богом. Вот когда Серафим Масаровского Господь посещал Духом Святым, он выйти не мог из молитвы. Руки подняты, не может опустить. Стоял, его выводили оттуда, он сиял светом. Смотреть на Серафима, говорит, а на лицо нельзя было. Вот как Бог делает. Просто как бы я сравнился, поставлял. То есть, когда я начинаю читать, ну просто Евангелие, ещё немножко меняется психика. И я как бы стараюсь не искажать своим умом, но я экспериментировал, то есть, да, читал без столкования Библию и столкования. Но когда я читал с толкованиями, не читал без столкования, то есть, да, у меня более обширная такая видимость была, и, ну, психика была ровная, стабильная. Ну, не знаю, может быть, у меня индивидуально как-то уже восприятие как-то сложилось с этим. И уже, понимаете, уже страх появился перед тем, как, ну, вот, читать Евангелие, даже вот Евангелие без столкования. Я уже даже не говорю заветский завет. И такая, знаете, как уже какая-то преграда появилась в этой связи. Ну, и нестабильность в душе, и нет мира внутри. Ну, естественно же, это меня волнует. Вот сильно, к сожалению, видите, как прогресс есть, но он не сильно, так сказать, видимо, не сильно налицо. Вот, и, знаете, такая ситуация, вот, когда работаешь, учишься, приходишь, один постоянно, вот, я вам писал, в храм хожу, как бы, да, с людьми стараюсь, естественно же, контактировать, общаться с теми прихожанами, которые там по 20, по 60 лет ходят про славную церковь, как бы, исповедуются, причащаются до таинств. Вот, ну, я в них не вижу даже ни стремления, ни желания изучать Слово Божие. Я не раз подходил, спрашивал, уточнял, интересовался, задавал вопросы, выходил на диалог. Вот нет, даже, понимаете, хоть малейшего, получается, не то, чтобы единомышленника, а брата по вере, брата во Христе. Есть вот только вот в скайпе, только вы, только вот люди, ну, в чате, например, да, которые, это люди вашей общины, которые в чате, на занятиях по Библии, получается, ну, как всё остальное пространство, а пустота, то есть живого общения с живыми людьми, то есть с братьями во Христе, ну, как таковых и нет. Ну, а те прихожане, большая часть, конечно же, которая ведёт, ну, обычный образ жизни, как мой священник говорит, ты, ну, как бы, ну, будь православным христианином, ну, будь таким, как все, как бы всё упрощай. Ну, а как я могу всё упрощать, например, не читая Евангелие, не интересуясь, так сказать, Словом Божьим? Я не считаю, что, я не то, чтобы не считаю, я уверен в том, что далеко не все интересуются Словом Божьим, далеко не все прихожане православного храма, православной церкви, понимаете? И такая вот сложилась пустота в этой связи, то есть, как бы, да, есть чувство, может быть, даже неполноценности в этом плане, что, как бы, ну, один-один, потом выходишь на контакт с людьми по Skype, наверное, с вами, да, и в итоге всё равно один. Ну, правильно, я не идеальный, у меня там куча есть в моём личном, в моём характере куча, так сказать, есть и негативных сторон, которые, конечно же, не дают, но всё-таки я же не такой же плохой, да, чтобы соединиться с кем-то, то есть, да, с таким же, и начинать работать вместе, начинать учить слово, ну, заниматься Словом Божьим, то есть, вот, ну, хотя бы создавать, может быть, не общим, а хотя бы малые группы, чтобы, ну, чисто по-человечески было морально просто легче, понимаете, а когда, ну, я, конечно, как бы и сам привык, но это всё равно не, это всё ненатурально, неестественно, нужно работать, развиваться, идти дальше, а вот какая-то преграда есть, что не принято. Мне Господь позволил по-другому идти, вот я обратился к Богу, никого рядом таких нет, чтобы сидеть и заниматься, но приезжали люди, и мне хозяева говорили, ну, иди хоть маленько тут побудь на беседы, мне никого не надо было, мне казалось, такая полнота, будто бы я сижу среди великих мудрецов, тут и Иеремия, тут и Сая, вот, я с работы там один повадился ходить во время обеда, и я спрашиваю, обедал, нет, я не мог ответить даже, обедал или не обедал, мне 23 года. У меня такая любовь к Слову Божию была, это высказать нельзя, и поэтому, для меня это состояние непонятное, это новый дух, это рождение свыше, вот я работаю на корабле, там вообще повернуться-то некуда, а кубрик один мой, а я никого не вижу, я пишу и пишу, у меня письма во все, видите, от конца, кто друзья, я очень такой был компанейский, ну, и всем выписываю местописание, там, наверное, чемодан этих писем был, кто-то принял, кто-то не принял, я не могу удержаться, чтобы не порадоваться, Господь умер за меня, Он открыл мне это, мне не нужно было никакое общество, говорил, кто есть рядом-то, и уже полнота, и сказать, вот, я один хожу, и там никого нету, мне это абсолютно непонятно, непонятно, почему я не переживал, это и для меня это чуждо, вот я себе приехал из Новосибирска в Барнаул, ну, мы сразу в храм, храм был один, только из храма вышли, и прямо на паперте я стал говорить, и сразу же, сколько людей вокруг образовалось, и сразу же пошли на дом беседовать, все, кружок создан, а пробыл-то я там всего, ну, полтора часа, если я приехал отсюда в Санкт-Петербург, или в Ригу, или там в Тбилиси, там, может, час только прошел, и уже группа создана, уже начались занятия, а в Москве, если у баптиста только зашел, молодежь сразу хлынула в отдельную комнату, а старик пришел, там, старые, не сказать, ну, понаблюдать-то, куда их поведут-то, они сразу, человек 7, приняли православное крещение, мне вот эта обстановка непонятна, я это не знаю, оттолкования не было, эти места я оставляю, не толкую, пока не попался блаженный оффиопилак, в Литве, вот представь, он старик, ну, какой он старик-то там, может быть, лет 55 было ему, и две девушки у него, а я любил косы, они русые косы, там до пояса, девушки две проходят передо мной, а он мне дал бажен оффиопилак, первый раз в жизни я дал, я сижу конспектирую, я не вижу, кто там ходит, даже и не вижу где-то, они, ну, хоть маленько-то поговорили, ничего не знаю, и отсюда во весь мах, теперь бегу опять на корабль, бах, кто отбыл, опять бегу к нему, дай, ну, тут мы сняли с якоря, ушли, и я только до Матфея 24 главы, это я уже наизусть буду знать, и теперь встречу уже только не в Литве, не в Каунасе, а встречу только в Новосибирске, и сразу сажусь конспектировать, и сразу же, с первого дня только пришел, и сразу группа, как будто меня все ждали там, и поэтому вот это состояние, ну, сколько ты, я не знаю, ну, совета дать не могу, я тут считаю все в Боге, в Духе Святом, вот Господь, вот как взял, будто бы мягкими, теплыми ладонями, меня и понес, где бы ни был, в камеру зашел я, уже в первый же день в камере, заключенные сидят, там бывает, пять ходок у него, арестован сколько раз, выходил, и уже, первый день уже идут занятия, занятия всей камерой, я кого не спрашивал, кто верующие сидели, они, говорят, такого даже не слышали, охранники отворяют двери, стоят, стоят на, с двух этажей собирались, два часа, каждый день, каждый день, с восьми до десяти занятия, строго, кто курит, тому в руки нельзя прикасаться, у меня новый завет, сразу выбирает трех человек, и в камере, никто не закурит, ни слова не скажет, смотрящие смотрят за этим, я хвалюсь моим Господом, какой мой любящий Господь, а у меня нет ни образования, ничего нет, у меня есть любовь, и поэтому люди, которые сегодня там что-то говорят, для меня это как будто маленькая собачонка, подбежала к колокольне, тявкает там, или помочилась сбоку, ко мне это не относится, у них пустота, вот я каждый день, вот сегодня я выставил 14 роликов, да какие ролики, там фильм, занявший первое место на международном киноконкурсе, дальше, Златоуз, Архипелаг ГУЛАГ, то у меня богатство нескончаемое, и никогда не ждал, вот будет лучше, или где-то я выше буду, вот какой есть, я начинаю трудиться, и я к этому не побуждаю, не думаю, как, просто я не могу по-другому, как вот зажать рот, нос и не дышать, я это просто не могу, вот я когда сидел в лагере, начальство, я это не знал, предупредило всех, чтобы ко мне никто не подходил, а мне они рот не закрывали, но ко мне кто подходил, гляжу его, дежурный вызывает, приходит, ох, отец Игнатик, как больно бьют, меня сейчас так лопатой, черенком били, а за что, за то, что с вами разговаривал, а мне они даже это не пытались, мне никогда никто не запрещал говорить, ни в КГБ, нигде, ни в горком и партии, я везде писал письма, это бог так мой путь проложил, поэтому, я могу только говорить о том, что испытал, ни о чем не думай, никакой группы тебе не надо, тебе Христос достаточный, а дальше Господь покажет, ты весь изменишься, у тебя будет всегда такое сияние, вот я зашел в Третьяковскую галерею, ну, первый раз, ну, раньше я бывал где-то, со мной наши люди идут, там несколько человек, пять идем, и только зашли в зал, там икона, я начинаю говорить, в зал, милиция не может пройти, так плотно стоят люди, в Санкт-Петербурге, в Саакинском соборе, начал проповедовать, билеты прекратили продавать, потому что люди не выходят, попросили выйти, весь забитый собор, понимаешь, та же история в Петергофе была, ну, ну, куда бы ни приехал, везде одинаково, вышли только из храма, там, около Кремля, я начал говорить, и сразу народ, толпа собрались, на вокзале, тут Барнулин стал говорить, ну, вот, люди-то подходят, там не видно, и тут же эту тележку почтовую, подкатили меня на тележку, на что я стоял, как на трибуне, как Ленин на броневике, я стал говорить, а кто-то побежал в милицию, сказал, офицер подошел, гражданин, здесь это нельзя, я обернулся, о, добрый день, так, извините, и пошел, я вел занятия во всех отделах милиции, так, начальник УВД, говорит, знаете, моя милиция себя тише стала вести, тише, Русан, я хвалюсь, но хвалюсь-то моего-то, ничего нет, Бог. Я верю, у меня такое состояние было, понимаете, но я стремлюсь к этому состоянию прийти, может быть, Бог меня отсек, потому что я, как бы, не плодоносный был, конечно же, я, как вы, не проповедовал, я просто, как бы, взял, спрятал, может быть, этот талант, просто я был, как бы, неопытный, да, читал, сначала сам хотел познать Библию, а потом так получилось в жизни моя, что, ну, совершенно выбился из колеи, вот этого, святой, так сказать, вот этой колеи, ну, и непорочной получается, как бы, и независимой, вот, и теперь не могу встать обратно в эту колею, ну, у вас, конечно же, такого не было, поэтому, может быть, вы мне в этой связи и посоветовать, ничего не можете, но желание-то есть, да, и знаю, что, как бы, жизни лучше нет, кроме как жизнь во Христе и жить по Ивану, вот, осталась только ревность и внутри пустота, понимаете, а друзья, как бы, я к ним подходил, один там курит, другой пьет, там, я им там и проповедую, и в храм беру за руку и иду, и вожу, так сказать, им совершенно не интересно, он только на работе, все уже уши, там, сегодня, так сказать, всем все рассказываю, постоянно за вас рассказываю, за Ивангелие, что надо, например, в храм ходить, надо, так сказать, не просто ходить, а веровать и читать Ивангелие хотя бы чуть-чуть, понимаете, проповедь-то ведется, но в итоге, в итоге получается, у меня у самого пустота и нестабильность, как бы, нету вождения Духом Святым, я не рожден свыше, получается, уже, вот, хотя в храм хожу, есть священник, который, конечно же, не, наоборот, говорит, что, да, отпусти это все, зачем тебе, то есть, глубоко копаться, внедряться в эту Библию, внедряться в Евангелие, то есть, Игнатий Тихонович Хлапкин, ну, может быть, он, так сказать, и хороший проповедник, но это те вершины, которые, так сказать, как маяк в нашей православной церкви, которые, ну, как бы, есть, но это как вершина, да, то есть, это идеально, можно так сказать, ну, а ты в городе живешь, ты врач, типа, у тебя, может быть, и не получится, у тебя, может быть, Господь для тебя предназначил другой путь, как бы, будь проще, упрощай, просто будь обычным прихожанином, читай книги по психологии, Курпатова советовал, доктора Курпатова, по психологии, так сказать, ну, русского нашего профессора, ну, как бы, меня понимаете, душа-то к психологии не тянется, к психологу, душа-то тянется к Богу, к Евангелию, а сделать я, ну, к сожалению, да, на 100% не получается, к сожалению, ну, может быть, и не судьба, не знаю, ну, я думаю, что, если мне не подвластным, Богу все подвластно, вот, есть только желание, а пустота и злость внутри больше ничего нет. А вы видели, как у нас после богослужения, воскресенье, проходят собрания? Да. Вот, представьте себе, что вы у нас здесь, вы бы вписались в этот, или вам опять бы что-то не понравилось? Да, я думаю, конечно же, вписался бы. Только не надо даже молчать, ну, надо, ну, видишь, как люди ведут себя, у нас бывает и бурно такой разговор. Ну, понятное дело, мы все люди, как бы, нету ничего идеального, то, понятное дело, мы должны, как бы, сносить немощи друг друга, это ясное дело, но, самое главное, как бы, общее состояние, общее основание должно быть, общее основание Христос, церковь, вот, понимаете, то есть люди должны стремиться всей душой, всем разумением своим, к церкви, к Христу, когда сидишь тут в городе, и, ну, нету даже, понимаете, даже приблизительно, даже ни одного человека, ладно, я там не общался, у нас даже при храме, в который я езжу, получается, моего же священника перевели в другой храм, и у него там летняя кухня, он там тоже, как бы, ну, маленькую общину создал, ну, он читает свои лекции, ну, не лекции, там, можно так сказать, маленькие проповедя, ну, там, страсти, там, чревоугодие, там, пьянство, там, ну, и всё, в принципе, там, пообщались, там, книжечки по психологии, и не больше, понимаете, ну, если я к этому человеку подходил, как бы, за, начиная с того, что неправильное крещение, неправильное крещение, я говорю, я неправильно крещен, я вообще не крещен, я моченый, как, он говорит, как ты моченый, формула, и так работает, всё, не, так сказать, это всё дурь, если ты будешь там второй раз креститься, то есть принимать крещение, это уже грех, то есть это уже перекрещивание, начиная, ну, 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 всё, что, понимаете, даже элементарно с этого, если начинать, а прихожане там обычные, люди пришли, вышли, благодать получили, ушли, то есть, и этого и не надо, ну, правда, я там, как бы, никому не говорил, ещё, я говорил, тут соборе, тут пять минут ходьбы, там уже, как бы, и нету в этом, так сказать, никакого и смысла подходить, ну, я так понял, я просто смотрю постоянно, там, да, ваши видеоролики, там, участвую в группе, ну, понятно, там, у меня там своих куча минусов, там, мне не нравится, когда меня там, ну, кто-то там посторонний учит, да, ну, хотя вчера там у Сергея Юганатова написал, ну, я же у вас не на послушание, ну, как бы, я выставил видеоролик, вот сейчас, видеоролик, в котором там отец, протеерей, вот это, Дмитрий Смирнов, это РПЦ, вот, русский православный церковь, священник, вот, ну, общается с Кочергиным Андреем, а это, получается, православный миссионер, и, ну, он там спортсмен, каратист, в общем, ну, просто, как бы, для общего развития, не больше, ну, понятно, что, лично, вот, например, моё мнение, да, не просто так, чтобы там кому-то понравилось, там, или там, чтобы хорошо на душе было, лично моё мнение, конечно же, проповедник номер один, православный, на данный момент, ну, это вы, потому что, ну, как бы, это, и понимаете, я не люблю подлизываться, я даже не умею, ну, это, ну, постфактум, потому что, я так чувствую, я так вижу, вот, ну, понятно, есть там свои минусы, свои плюсы, над которыми нужно работать, но я вижу, что я просто тут сижу и тисну, тисну, и я такой максималист сам по себе, и священник говорит, может быть, в этом, как бы твоя беда, то, что ты максимализм, то, что ты рубишь, а надо тихонько резать, легонько, но легонько не получается, я делаю, так сказать, как вы говорили, ну, советовали, так сказать, молиться каждый день, то есть, читать там Евангелие, там, будь то там с толкованием или без толкования, ну, естественно, это же психологически, всё-таки, я же не железный человек, всё-таки сложно, поработал, пришёл, там, посмотрел видеоролики, там, поубирал, там, поучился, так сказать, и всё, этот, ну, порочный, замкнутый круг, ну, никак не может, так сказать, понимаете, уже, как бы, и закончится, это всё, понимаете, по одному кругу, по одному кругу, ну, так и с ума можно сойти, а нужно какое-то развитие, нужно общение, живое общение, а не в скайпе, например, по интернету и так далее, ну, это ж, понятное дело, это полезно, хочется живого общения, может, все люди, правильно, они машины, в конце-то, чисто в этой связи, и внутри получается такая пустота, я этого не скрываю, меня лично не тянуло, меня не тянет, я один раз в университете бросил вот это пагубные привычки, алкоголь, там, вот эту туристику, табак, я специально записался на плавание в бассейн, то есть я это бросил, я уже независимо от этого человек, но когда я связываюсь с друзьями, ну, то есть порой, бывало такое, да, ну и получается, как бы, ну, я с ними общаюсь, о церкви, о том, о сём, и уже из-за того, что морально просто устаю, вот бывало то, что выпивал покой, это я как бы не скрываю, но я человек абсолютно в этом независимый, даже более того, мне это даже неприятно, понимаете, ну, когда, представьте, человек каждый день работает, учится, так сказать, и этот круг просто, как бы не заканчивается, не заканчивается, есть преграды, например, вот квартиру продавать новую, там, вселяться, там, потом в Италию надо опять лететь заново, там, документы постоянно продлевать, то есть ни семьи, ни общины, ни друзей толком, ничего, и вот это вот, знаете, как в мясорубку попал, и кручусь, верчусь, а если же обосноваться, так сказать, уже где-то, так сказать, найти свой шатёр, вот, ну, очень сложно, морально, да и внутри такая просто, такая злость, реально, и соседи, и всё, ну, просто чокнуться можно, понимаете, ну, это мягко, конечно же, образно говоря, чисто по-человечески, а так, я знаю свой потенциал, я знаю, что жить по Библии, это идеально, максимально, ну, хочется это осуществить, но не может, не получается, значит, так сказать, чисто психологический момент, тут уже появляется чувство неудовлетворённости, в этом, из-за этого злость, какую-то христианство, замкнутая какое-то просто, учение, ну, и молитва, это всё, вот так вот, как-то и получается, извините, что я вам там часто там пишу, может быть, назойливо, ну, видите, как получается, больше, вот. Дело в том, что в таком виде, вот сейчас, я вам говорю, это не для обида, потому что я знаю путь, вы уже готовый сектант, в православие вас ничего не держат, если попадёт вам навстречу хороший адвентист или баптист, полчаса ему с вами, полчаса он с вами только побудет, и всё, и вам замкнутый круг, он разорвёт, и вам не надо будет ничего, сразу найдут вам бабёнку какую-нибудь, ну, и дальше всё, опять закрутилось, и она будет не такая, придётся разводиться, то есть, а вот он, этот круг везде разорванный, а со Христом, если человек, никакого замкнутого круга нет, он безграничен, я могу это говорить, потому что испытал, не один день, два, 55 лет иду, и всё время новое дело, я едва успеваю делать, вот я сегодня встал, 20 минут первого, первого часа, уже всё, уже я не ложился, такая почта, столько новых людей, что-то спрашивают, я нужен просто, востребован, по этой обстановке, и не только здесь, я просто беру своей биографии, если мне, не имеющего вашего высшего образования, и Господь показывает такой лучезарный путь, эти вершины фаворские, то для вас, ну, должно быть, это ещё шире, вот вы будете, ну, это просто интересно, вот я только попал, а на операцию-то, а там профессор про меня слышал, ну, и врач, который меня привёл туда, Виктор Андреевич, профессору сказал, что он сразу пришёл, в коридор, меня отдельно поговорить, я давно вас слышал, а он татарин, давай говорить-то, я ему отвечаю, писание, ну, подождите, вы что-то цитаты, цитаты, как цитатник Мауза Дуна, а у вас свои-то мысли есть, я говорю, нету, ну, как же так, ну, как же так, я говорю, а я вас сразу узнал, а как, да вы в раю ещё, как к Еме подошли, а потом к Адаму, из рая выбросили, поэтому вам здесь нужно всё-таки согласиться, давайте беседовать в раю, а не когда Господь взял за шивор, да вышвырнул их, лучше божественная мудрость, чем самобытная глупость, о, да мне тогда неинтересно, я говорю, ну, тогда как пациент только хотя бы, увы, ошиблись, вот вся мудрость у Бога, любая книга, она надоедает, если ты её прочитал 2-3 раза, да 3 раза ты считать не будешь, ну, вот во Франции, времена Парижской коммуны, один из проповедников, Евгений Берсье, говорит, большое собрание было, примерно 2000 человек, и я задал вопрос, какую бы книгу, кто из вас взял с собой, на всю жизнь в камеру, вот как граф Монте-Кристо, срока нет, одну книгу менять нельзя, все до 100% сказали, Библию, каждый день ты занимаешься, если бы один листик дали, я бы каждый день в нём находил утешение, я вот рассказываю, в университете начинали мы всегда с пения царю небесный утешителю, я 60 проповедей сказал на эту краткую молитву, без повторений, 60, почему, Бог, Он наполняет вином сосуд до краёв, и оно как течёт рекою, как это так, нельзя никак сказать, как Бог, только Бог, Он касается тебе, говорит, Он сам провёл, углём-то, всё очистил, теперь иди, как труп безгласный я лежал, и Бога глаз ко мне возвал, вы помните? Стихотворение пророк Пушкина Александра Сергеевича, вот, и он, ну мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь пылающий огнём, во грудь отверстие водвинул, вот, что нужно сделать, у него может быть во всём, что он написал, 747 стихотворений, это, у него может быть три только хороших, а всё основное, юбочный запах, там Евгений Онегин, а вот здесь определённо чётко, иди, глаголом жги сердца людей, Я, Еремия говорит, хотел молчать, я усиливался, но внутри меня, в костях моих, был разлитый, как огонь, я пытался, но не мог, Бог отверзал, иди, чтобы я не поразил тебя, я молод, иди, не малодушиствуй, не надо ни на что ссылаться, неграмотный, занятый, молодушие, ангел назвал, молодушие, главная причина, о себе думать, забудь про себя, тебя нету, я умер для мира, и мир для меня, то товарищи, безбожные были, там закурил, выпил, всё глупости, если безбожные товарищи, там всё будет гореть огнём, у меня племянник женится, хорошее отношение, ну, я говорю, тогда я приеду туда, когда они пригласительную дали, ну, я сам не могу, я говорю, Володю пошлю, он долго не отвечал, потом ответил, а свадьба уже вот-вот будет-то, ну, знаете, вот тут будет много людей, а он научный сотрудник, университете, и, знаете, люди будут себя чувствовать, некомфортно, у меня недавно ролик был, я с ним встретился, тут и поговорил, некомфортно, слово-то какое грамотное, как некомфортно-то, ну, а вы будете говорить, там, видимо, о Боге, ну, о чём я должен говорить, о том, что жена полураздетая, или невеста стоит, нет, я буду говорить о радости, что брак жениха с невестой на земле, это прообраз будущего единения со Христом, Павел говорит, к Ефесянам 5 глава, все я говорю, я относительно Христа и Церкви, вот, я, ну, просто надо понимать, каждый день последний, насладись им, в досталь, для Бога, радость, он меня искупил, я не могу молчать, люди не знают Бога, я буду им говорить, я буду свидетельствовать, а обратятся они, от меня не зависит, но буду молиться, и люди это чувствуют, вот сейчас, тут заходит, тропко этот, Евгения-то, с Иерусалима-то, я, там у баптистов, там и везде был никто, а Игнатию я имя дал, говорит, он у дверей, преддверник, один раз побеседовали, всё, зашёл окончательно, там Анастасия, там Ривка часто заходит, а мы, говорит, всей семьёй пришли, понимаете, от меня здесь ничего не зависит, те говорили более грамотно, там более возвышенно, я просто живу, я никогда не думаю, как люди воспримут, мне радостно, я делюсь этой радостью, и Бог эту радость людям даёт, во Христе, вашего такого состояния, за, что за цикленность, на чём-то, в круговое, неинтересно, да вы интересный человек, где работаете-то, вы просто, поставлено на это, сказать, какое тут, вокруг вас должно быть, как солнечные лучи, идти от вас, и все будут только ждать этой встречи, когда вы придёте. Ну, видите, пока что не получается. Молиться надо, свой эгоизм отбросить, главное, мешать я, на свои мысли, а вот мне не нравится, я прихожу один, мне тяжело, здоровый такой мужчина, как это так, ты это время не трать, я живу один на квартире, я за зиму, заре, законспектировал, я даже сегодня с трудом переношу эту цифру, около 14 тысяч страниц, полностью всю решил, поэзию пройти, сколько только Бог даст возможностей, работы, а работа тяжеленная, бетонщик, катать эти с бетоном на второй этаж, каменщик, зима, всех ведут на машины, а я тут опущу вторую штанину, на валенке-то, и через лес, тропу пробил, и чтобы никого не слышать, иду и один, иду и один, вот как, это Господь так сделал, а тут реконструкция города, километров 5 всего только от города, за счет 5 километров, это для меня, для молодого-то, и однажды прислали мне открытку, сидят девочка, мальчик, и рассматривают ежик, на столе, а дальше видно там, корпуса, заводы, дым идет, ну и попросили меня, из города Пензы, прислали, и говорю, тут на эту картинку, вы могли бы написать стихотворение? Нет, я не, никак, и когда я вот так вот шел, уже лето было-то, и вдруг у меня открылось, только, а писать не на чем, гляжу, из-под цемента, мешок катится ветром-то, прям ко мне, я этот мешок оторвал, половинку-то, многослойным, бумага-то, и стихотворение вышло, оно у меня в книгах есть, это Бог делает как, какое сравнение, что за этим есть, я его не составлял, ничего, оно у меня рука так успевала написать, это Бог, поэтому, вот, вас никто не гонит, а меня со всех сторон, клеймят, бьют, давят, там сейчас, вот там роман сорвался, а для меня это ничего не значит, еще крепше делается, старого быка, чем больше бьют, тем толще кожа, так что, не грамма, не унывай, начинай, если ты женишься, у тебя тоски будет еще больше, я даже не собираюсь жениться, я хочу, не собираешься поглотить, не надо собираться туда, для того, чтобы жениться, или там впасть в блуд, там ничего не надо, собираться не надо, раз кувыркнулся и все, а смысл какой, потом, и не учиться не почитать нормально, не помолиться, да, и толку, я просто рожден для другого, но это чувство, пока что не получается, освещение себя в рамках Библии, в рамках Евангелия, именно Евангелия, не со своим лукавым углом, например, который искажал мне неоднократное Писание, а под себя, именно по Евангелию, так как нужно жить, хотелось бы, пока кроме желания, ничего нет, ну, конечно, старания есть, усердие, но они все, пока что обнулены, к сожалению, буду стараться дальше, что делать, надо пробовать, ну, тогда буду читать Евангелие, без толкования, так сказать, и можно не бояться, правильно, если с ума сойду, если что, психиатрическое, в больницу сразу отправят, ничего страшного, от этого никто с ума не сходит, сходят с ума без Христа, а Христос бережет и лелеет, он берет меня, говорит, за правую руку и ведет, Аминь, Аминь, спасибо вам большое, спасибо не говори, спасибо Христос, спасибо Господи, да, спасибо Христос, слава Иисусу Христу, за поддержку, да, будь, будь мужествен, никогда не унывай, вот, уныние сушит кости, так Соломон говорит, вот, согрешить, дело человеческое, Нил, Сенатский говорит, но отчаиваться, это дело сатанинское, какая одна фраза, и сколько много заложено в ней, никогда не отчаиваться, как бы ни было, ну, представь, ну, просто невозможно, кажется, никак, вот мы в Швеции, сломалась машина, груз бросить машину, никак, и туда-сюда машины идут, и шведского языка не знаем, и Господь как-то сделал так, что мысль пришла, вон там, за этим лесом должны быть, и люди живут, пошли там один домик только, а мужчина уже на выходе, мы к нему, он оказался по-английски, маленько понимает, вот тут мы разговаривались, он помог связаться с полицией, приехали, эвакуатор, привезли, деньги были, но надо кроны, а у нас рубли, нашлись русские, которым надо рубли, и тоже разменяли, а дальше мы уже, советуют, Карс, Хорс, это до Балтийского моря, а дальше, Клайпеда, из Клайпеда нас уже потащили, уже эвакуатор ждет, уже в Калининград, а там уже наша российская техника, и подняли на ноги, мы ничего не видели, этого, что впереди, как полная парализация, стоим и никуда, я просто ушел в лес, и там молиться стал, а они тут у машины, сломалась шестеренка передачи топлива, их нет таких нигде, а это Ульяновский завод, в Нижний Новгород дал бракованное, потом мы когда туда прибыли, они нам все отремонтировали, где бы то ни было, я со Христом, все, где Христос, там большинство, где Христос, там свет, там нерешенных вопросов нет, все в Его руке, как Ему угодно, а Ему угодно, так как мне неизвестно, я должен совсем соглашаться, прославлять Его святое имя, это вот один эпизод из жизни, но сколько там людей, на пути попалось, случайных совершенно как будто, но они не случайны, и человек, который в Калининграде, адрес толком не знает, но другой знает, там сообщили им, а он в Испании, и он оттуда нанял, а это очень дорого, почти в сто раз дороже, чем своим ходом, и утащили нас, знаете как, а где, он свою квартиру отдает, ключ отдает, человека прислал, мы никуда не пошли, раскинули палатку, и около этого цеха, где ремонтируют, остались, а дальше уже, ну что тут понятно, мы молимся, идем, благодарим Бога, с начальством везде, подарки стали всем давать, как книги, а книги за взятку не считаются, это единственный предмет, который за взятку не идет, и все, нас выпустили в один день, это вот я только беру, ну совсем один эпизод, один другой там, вот я вышел, едем на корабле, и смотрю, там далеко видать корабль, а утро раннее это, но я стал, мужчина парходит мимо, я говорю, скажите, там как-то вы Христа знаете, что, а вот как Христос за нас умер, вы по-русски понимаете, так я вас понимаю, пока мы говорили, вокруг уже собралась община целая, ну тут я уже громко начал говорить, а там как выходишь, ну как сказать, балкон длинный такой, у корабля-то, все закрыто, и свидетельство, сразу всем визитки начал давать, кто-то спрашивает адрес, ну только вышли, еще ночь-то толком не, рассвет только, а мы уже здесь познакомились с нескольких десятков человек, Бог, я пошел, не знал, что тут будет, просто посмотреть на корабль, Бог так все делает, и поэтому, я знаю, что то, что там оставил, мир давал мне, и это, оно несравнимо, да, я бы не дожил, никогда будя неверующим, тем более, готовился на самое страшное, страшное, убийственное, ружье из рук не выпускал, то, то, что мне дал Бог, это небо, радость, не буду у вас учиться дальше, что делать, да, учиться-то у Христа будешь ты, но, учиться у Христа, да, и у вас, с вас брать пример, как секунду, проси рождения свыше у Бога, и ревности, постом молитвой души, это уныние, чтобы что сказал, больше никогда не возникало, в мыслях этого не было, вот у меня уныние, круг замкнутый, там то другое, зачем это, со Христом все, открыто, ну, с Богом, с Богом,